Восемь человек спаслись, девять строителей так и не вышли на связь. Спецоперация по их спасению длится уже 18 часов. Тот самый четвертый ствол начал строиться довольно давно, затем его законсервировали. Год назад приняли решение – все-таки достроить. Проверить его Ростехнадзор должен был в январе. Но злая судьба распорядилась иначе, и специалистам вместо этого придется разобраться в причинах трагедии. Происходил монтаж податливого слоя. Это специальная мастика, которая между горной массой породы и бетоном закладывается. Эта мастика может иметь возможность загорания при температуре выше 200 градусов. И реально, что послужило именно причиной загорания, мы, честно говоря, пока не можем определить. В эту роковую субботу бригада подрядчика занималась бетонированием ствола. Люди успели только сообщить о пожаре. Остались на глубине 9 человек. Пятеро из Соликамска, трое из Башкирии, один строитель из Горнозаводского района и один рабочий из Краснодарского края. У меня племянник и у двух шестер мужья два племянника и четыре человека наши. С родственниками сейчас работают психологи МЧС. Прямо у ствола дежурят лучшие врачи края. Наши подразделения в высочайшей степени готовности нашей бригады. Причем это наиболее опытные, наиболее квалифицированные специалисты-реаниматологи городов Березники и Соликамска, естественно, Перми. Помощь реаниматологов в эту ночь не понадобилась никому. Горноспасатели делали все возможное. Шесть раз они спускались в ствол. Но дойти до нижней отметки им каждый раз мешала очень высокая температура. Горноспасатели спускаются на бодьевой подъемной машине. Бодья рассчитана для спуска не более трех человек. Параллельно вместе с бодьей спускается спасательная лестница для организации запасного выхода в непредвиденных случаях. Для нас сейчас самое важное – это пробиться к тем людям, которые находятся на полке, ну и оказать посильную помощь. В шестой раз горноспасатели и вовсе увидели. Внизу до сих пор бушует огонь. Перед седьмой попыткой огнеборцам предстояло утихомирить пламя. И кажется, специалисты готовились к худшему. Шансы, к сожалению, стремятся к нулю. Шансы на спасение людей. В ходе седьмой попытки нашли первых погибших. В восемь утра горноспасатели сменились. К вечеру воскресенья были обнаружены все тела. Сегодня стало известно. Все девять человек опознаны. На месте и сейчас работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшие смерть трех и более лиц». Евгения Кокшарова, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова